Всем привет, вы на игровом канале Паша Кинга и мы продолжаем проходить стиген. Напоминаю, что в прошлой серии мы попали на некий Нептон, это было у меня сейчас написано во время загрузочного экрана. Спасибо большое за комментарий, я не замечал то, что именно в тенях на нас нападают, то, что это именно вот эти вот тени летающие, оно и есть, это вот эти вот Мигу, которые нас атакуют. Поэтому мы сейчас аккуратно стараемся уклоняться от этих теней. Они, в общем-то, не быстро летают. Да, лучше бегать. Тихо, 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 тихо. Эта фигня их отпугивает или как? Идем, идем, нас ждут дела, куда ты? Быстрее туда, быстрее, быстрее, мужики, быстрее. Ух ты, город. Что это такое? Гигантское, не менее фантастическое, чем живые инопланетные обитатели этого богом забытого мира создание, чье происхождение покрыто мраком. Стольких эпох, что все догадки относительно него оказываются бессильными. Что это такое торчит? Я не знаю, что это за мифическое существо. Не кракен явно. Не знаю, что это я зажигаю. Что, не сюда, что ли? Тихо, 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 тихо. Во, на него, на него, на него, на него, на него, на них. Вообще, это напоминает какой-то портал. Почему я не могу там просто пройти? А, это... Понятно. Ой. Может, вы улетите нафиг? Пиздец. Увидели, блин. Не-не-не, так дело не пойдет. Я не помню, мне нужны лампочки эти зажигать или как? Давайте вот это вот. Отбеги, 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 отбеги. Какого фига оно вот тут вот меня загружает? Мне тут не нравится то, что меня игра загружает. Давай-ка не тут загрузимся. Давай тут сделаем сохранение уже после пупка. Вот это вот только запустим. Не знаю, что это, но давай будем активировать. Сейчас, смотри, вот так вот поступим. Да я манал, ну, постоянно вот это вот страдать, ну, серьезно. Если игра поддерживает автосохранение, только такое сохранение дополнительное. Там, тем более, автосохранение такое. Я сейчас, когда только начинал записывать, думаю, сейчас попробую. И, короче, запущу уже запись. Мне кажется, мне нужно все вот эти вот штуки запускать. Ну, потому что я больше ничего не вижу. Так, ну, давай искать. Еще одна здесь была, слева. Сюда они, кстати, вроде не летают. Мéndот Owen. Вот, USA. Страх. Да. Ты просто разминаешь. Какая? так 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 тисла мне кажется на ду тут левее к нам попасть через это получится пройти аккуратно 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 блин это странное место с ним точно ничего да твою то налево я не буду с ними сражаться это бессмысленно и глупо и нас прям кидает сразу в атаку в эту нафиг так хорошо даже если это зависит от активации вот этих чего-то ты ничего это инопланетного до то либо какая-то была упущена либо еще что-то у и беги 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 засранец а если мы сразу смотря если я сюда ему дам задание бежать похода я проход проход про фукал да не да нет но это не проход был я сейчас специально жму на альт как альтман чтобы не ничего не пропустить не из виду не упустить короче я не вижу короче видишь нужно можно дедукции у меня не хватает чтобы что-то сделать с тороком мы попробуем можете принять так а что он дает то вообще рассудок при употреблении снимает состояние сладкий цветок безумия накладываемые обитателя макаянные улицы и чё так два силы два ловкости физическая стойкость 3d иммунитет к панике блин нет ничего нам персонаж хочет спать ладно ладно давай продолжим поиски короче на той локации я вообще ничего толкового так и не нашел я включал эти фиговины и оказывается бегал зазря вышел в другую локацию увидел врагов именно не тех которые патрули а просто враги и видишь чё пишут толпами богу тот разорвёт на части раненого старца вы слышите в своей голове его крики о помощи ну будем помогать быстрая реакция да ну давай сейчас сейчас сделаем это не явно надо стрелять спину прямо вообще красиво защищайся так ты идешь чиркать хватит чиркать хватит рашу ой ну блин ну ладно ой ну сразу крит ну конечно на самом деле тиммигу они охренеть такие мощные песец он мертв у меня убили может и поможешь блин старец так ладно давай короче я вот так вот сделаю вот так вот в ночной бой сначала ты этого вообще ничего не видел и увидишь уже конец боя короче за то чили посмотрим омерзительного цвета небеса пестрят ровыми ага и нифига не происходит а нет как только взгляд всех пяти нечеловеческих глаз существо устремляется на вас от ваших висков затылку устремляется волна тепла и вы с драганием ощущаете что проваливаетесь глубины собственного разума существо пытается установить сами контакт однако способ которыми она собирается это делать обещает быть не похожим ни на что испытанное вами прежде вы оказываетесь в древнем уголке своего сознания куда вас увлек инопланетный разум перед вашими мысленным мысли мысли перед вашим мысленным и нематериальным взором открывается картина туман неопределенности пустой поле еще не сформировавшихся идей вы ощущаете что по ту сторону завесы от вас находились находится разум инопланетного существа она не испытывает вам благодарности и не считает себя вам обязанным возможно вы имеете дело с сущностью которые незнакомы такие понятия и вместе с тем вы ощущаете в нем нечто нечто знакомое любопытство кто вы на сцене вашего разума туман неопределенность сгущается развиваясь связанности формы связаны с осязаемые формы одновременно с этим подчиняясь невидимому приказу железы производящие весь спектр ваших эмоций порождают вас ощущение надменность чувство превосходства буквально разливается по вашим венам как мне покинуть это место в вашем сознании возникает образ сооружения увиденного перед тем как попасть в лечебницу как мне туда добраться волны тепла которые ваши ощущали своей голове смещаются разум инопланетного существа касается иных отделов вашего мозга внезапно все незнакомые раздражители и похожие на трубы апокалипсиса завывания и запахи от которых желудок сворачивается узлом и прочие атакующие ваши органы чувств чудовищные проявления этой планеты становятся еще острее ну вот незримая рука нащупала то что ей нужно и словно сотни иголок пронзают ваш мозг вы уже готовы потерять сознание но тут боль резко прекращается вы понимаете что отныне ваши органы чувств с невообразимой ясностью объявляют все находящиеся на поверхности все находящиеся на поверхности этой планеты хоть вам и непонятно каким образом ваш нечеловеческий собеседник добился такого эффекта вы сможете ощущать все строения и места силы этой планеты попытаться поремонстрировать существу что вы благодарны пытаться вызвать воспоминаниях облик черного гостя что вы знаете об этом человеке да это важнее вид черного гостя вызывает в инопланетном разуме вашего собеседника резкую реакцию связь между вами начинает колебаться портится и разрушаться вскоре вы начинаете понимать что происходит сколько бы непостижим и не было все то что отличает его от вас кое-что вам знакомо смерть существо умирает вы чувствуете страх страх отчаяния и что-то еще быть может горечь несправедливости обиду на существование которое слишком рано подходит концу и связь обрывается похоже что даже в самых недалеких далеких и неведомых уголках космоса смерть все та же ага давай тут глубже сходим я не понял что это мне дало что это такое емкость тихо 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 кстати говоря уйдет блин и хорош непопад ли ропасть давай робость подкачаем отрицательный стат образец они инопланетный город так стой стой беги кстати еще один еще один проход это туда же нас приведем были усталость у изгоя бывает а чё я счет не пойму где мы здесь были тут все горят уже тут много этих яиц или что это не мы тут не были здрасте в движениях уст читается алчный голод голос исходящий из них теперь подобен грому вот мы и встретились вновь вокруг вас поднимается воздух и начинает кружиться стаи мигу похоже что они относятся к злобному существу вещающему из глубины черной пирамиды с глубоким почтением я предупреждал что дань нужно будет произнести дважды один раз сейчас в будущем сказал я первый раз она легка во второй тяжелее лиловый язык появляется из вмещающей ее черноты и начисто облизывает блестящую поверхность губ не наступило ли это будущее сейчас обнажите ритуальный кинжал проклятие и приготовиться порезать себя выведите меня отсюда вы просим сначала вывести меня отсюда я вновь пропущу тебя но на этот раз ты уплачешь мне багровую дань не своей кровью уста растягиваются в прежней зловещей улыбки скажи что мне делать противоположности на вашей горячности уста говорят неторопливо словно растягиваю удовольствие на этот раз ты уплачешь кровью другого множество глаз покрывающие пирамиду внезапно устремляют уставляет свои взгляды на ваших спутников для тебя все кончено с кем вы говорите лейтенант поступили новые приказы штаба это существо которое встретил в ведьмом доме я я не понимаю вы снова слышите громоподобный голос багровая дань будет уплачено кроме твоего спутника в скалящих зубах отражаются отражающие отражаются туманности заполняющие чуждые небеса над вашей головой многочисленные глаза существа жадно глядят на ваших спутников заплати багровую дань и я пропущу тебя на изгое изгой или безымянный солдат а если я скажу что я никогда так не поступлю уста на мгновение замирают поясает зловещая пауза в уши вам ударяет пронзительная какофония шума крыльев мига небеса же небеса кажется становится чернее в эту игру надо играть иначе совсем иначе но будь по-твоему вечный пленник нет нет она понятно не играть по его правилам нельзя я дам ему изгоя серьезно просто вольт банальнейшая банальнейшее желание быть сильнее да потому что изгой чертовски слаб магию него очень средняя а вот совсем другое дело зомби солдат он не испытывает ни боли не усталости и душевного равновесия он не теряет как по мне он идеальный спутник у него охренительно у него короче офигенный дамаг в обоих случаях да и и ближнего в дальнем бою меня он устроит я убью изгоя ну извини гуль ну а что делать так она жить так что ты имеешь ввиду скажи что мне делать продолжить продолжить изгоем медленно обернуться и посмотреть на изгоя вы приближаетесь к изгою с не выполнить обещанное обещание данное черным устам каждый ваш шаг приближает его неизбежную судьбу невыносимое жужжание крыльев мига с каждой секунды делается все громче глазах изгоя читается неверие но вы видите что какая-то часть его уже знает что сейчас произойдет скажи мне что я ошибаюсь незнакомец скажи мне что ты не сделаешь этого я слишком многое прошел друг мой я должен завершить начатое гипнотическое жужжание мига становится все громче обреченному существу приходится кричать почему почему я ты мне всегда не нравился то как ты двигаешься твоя безжизненная манера речи твоя проклятая меланхолия я не выношу в тебе практически все я знаю что ты жаждешь смерти но не осмеливаешься сам принятия ничего личного просто ты наименее ценный член отряда я скажу вам правду видите как он взвешивает ваши слова значит ты получил от меня все что тебе было нужно каждое его слово подобно ядовитому шипу вынужден признать твое решение образец практичности но материалист наш персонаж материалист но берегись незнакомец не то алчная бездна желаний тех чё коварство превосходит коварство смертных проглотит и твое бренное тело и все твои надежды существо вздымает скрюченные руки незнакомец прежде чем свершишь это чернейшие из всех своих черных дел позволь мне сказать последнее слово или для тебя я уже слишком поздно уколи его нахрен токофония крылья в вашей фантасоматологической аудитории делается все громче пока незнакомец не сливается в единый адской а в едином адском аккорде клинок в вашей руке входит высохшее сердце изгоя вы видите как каждый грани камня черные уста растягиваются в улыбке он маг мало ли что наколдует на нас ну его нафиг еще давать ему последнее слово это серьезно уж если творим дичь что творим до конца клинок проклятия который вы вновь и вдох пронзаете свою жертву испускает жуткий вой гастущий взгляд желтых глаз изгоем последний раз останавливается на вас на его лице полу скрытым грязными тряпками проступает понимание того насколько роковым стало для него решение помочь человеку мастер когда вы приближаетесь к инопланетной пирамиде сулящий вам отправку домой черные уста внезапно принимают иной знакомый вам облик как из апельсинки и на вас на вкус не сходит сумасшедшее видение этого и он был ну человек черном тот тот самый он сами играл когда ваши путешествия за пределами мира наконец приводит вас обратно к кристаллу из катонинский университет вас уже не осталось практически не крупицы здравого рассудка или человечность а это я по-видимому все испытания выпуски на вашу долю и ужасные жертвы что вам пришлось принести на этом пути лишь капля в море по сравнению что ожидает вас если вы когда-либо рискнете взять в руки ту проклятую книгу что зовется некрономиконом это универсальный финал или нет ну какая-то такая вот такой вот финал happy end наверное возможен перепроходить игру наверное мы для этого не будем можно знаешь что сейчас делать будучи после титров нет а вот так вот сделать и посмотреть что будет если мы выберем солдата да давай давай тут тут делов то очень жаль что вот этого нельзя было убить гаврика он вообще исчез то есть он был нужен нам как временный вообще спутник так на пару вид а с другой стороны ну и я-то думала что то еще дальше будет изгой хотя бы живой у него есть какие-то мысли да он может быть и изгой но а это-то зомби чё зомби но он уже мертвяк то есть по сути он ну ничто серьезно он ну зомби ничто ну давай так когда ты говоришь я ощущаю сильно не обходить мочиться черты ищи ты ищешь чего-то этого подожди подожди это вообще другой ты ищешь чего-то знак некий символ форме звезды ах да но знак тебя позабыл желаешь напомнить ему о себе желаю устан на мгновение смолка это вам кажется что в их извительном изгибе просто по тень довольствия может так для тебя все кончено какую да не какую дань а готов то же самое просто чуть-чуть по-другому говорят готов принести дань знаешь ли ты какой знак ты ищешь знаю злобным удовлетворением голосу уста задает очередной про сможешь ли ты начертать его могу багровым багрянец крови это было но до того как у нас подожди мне кажется что-то логануло кровь близкого человека человеческая кровь обычно проливают кровь других вы тем самым проливаете собственное жалкое состояние не так ли продлеваете человеческая кровь моя что есть багровая дань ага ну это было дай ну давай это все не то подожди чё-то логанула не 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 это не то короче на самом деле игра то крайне неплохая да я сейчас пока мы это делаем некий итог подведу сколько мы понесели записали много 20 20 по моему да я уж позабыл короче дофига серии по ней было прям вот много 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 23 это 24 до 25 серии это нифига себе я уже серии даже 25 серий это много для такого и не проекта ну дофига и при этом она довольно занятная да не сказал бы что это лучшая игра по лавкрафт да несмотря на то что они вообще-то все очень такие себе но точно интереснее даже к концу чем синкенси да синкенсити который недавно выходил все вот это заставочка началась вот мы и встретились да вот все теперь то же самое а если вот сюда же мне не нужно скажи мне что не делать слышу кого а безымянного солдата вы приближаетесь к безымянному солдату с намерением выполнить обещанное данное черное там там кажется ага вы ваш восставший из гроба спутник ставят по стойке смертной как только вы приближаетесь так точно сэр друг мой это пытка ты обречен вечно проживать эту войну позволь мне освободить тебя генетическое жжание мига становится все громче так что что сэр вы думаете война подходит к концу думаете нас наконец отправят домой возьми это солдат без колебаний выполняет ваш приказ это задание по строению сэр да солдат какая ваша цель ты этот кинжал твоя единственная возможность вернуться домой ты должен убить себя сэр до этой минуты я шел за вами и ничто не могло нас остановить ни фрицы ни их мины ни их чертова холера от которой умерли фредди уилсон ничто а теперь я должен сам себя убить другого выхода нет солдат безымянный солдат молчит и тишина нарушается так как афоника разрешите начистоту сэр давай разрешаю я доверил вам свою жизнь и вы меня не подвели сэр я хочу сказать вам спасибо за это и я хочу кое-что с кое чем поделиться это словно дурной сон сэр кошмар мне кажется я знаю что эта война никогда не окончится противник походу я продолжаю сражаться он никуда не денется он будет повсюду куда я не гляну лейтенант и мои родные должно быть уже не при уже привыкли к тому что меня с ними нет хоть его голос ломается ни одна слеза не вытекает из его глаза клэрис она наверное уже вышла из-за того парня за симпатичного с отецкого сына некогда оборвавший его жизнеранной кровь принимает кровоточить пропитывать ткани его формы теперь видно что это молодой солдат от которого осталась лишь одна оболочка плачет кровь заливает его форму как багре багровый символ разочарования у меня только одна просьба лейтенант скажите что все это было не напрасно все это безумие да солдат ты сыграл в этом во всем важную роль тень улыбки как вам кажется проскальзывает на его иссок по его иссокшим губам он наносит кинжал и силой вонзает себя снова и снова последний свой приказ солдат исполняет такой яростью словно наносит решительный удар противнику быть может единственному реальному противнику который был у него с тех пор как кто-то призывал его из черного посмертия какафония крыльев вашей фантасмагорической аудитории делается все громче пока наконец не сливается в едином адском аккорде несчастное создание последний раз вонзает ли он к себе в грудь вы видите как его в каждой грани камня черной усы растягивается в улыбке может сейчас другая концовка будет клинок проклятье которым вы вновь вернула ага но это было а это не я так то не я его убивал жуткий вой да когда винтовка безымянного солдата которую он прежде не выпускал из рук падает на землю вы понимаете что этот не мертвый наконец-то обрел покой и война которая длилась его в воспаленном рассудке наконец подошла к концу когда вы приближаетесь к инопланетной пирамиде стулящей вам отправку домой черную ста внезапно принимают иной знакомый вам облик и на основе с ней находит сумасходящее озарение и вот сейчас тут может быть самая разная концовка насколько я понимаю в зависимости того как мы играли да мне кажется то же самое будет ну да по-видимому все испытания выпущены на вашу долю и ужасные жертвы что вам пришлось принести на этом пути лишь капля в море по сравнению с тем что вас ожидает если вы когда-либо рискнете взять в руки ту проклятую книгу что ну как то так то же самое то же самое за исключением момента со спутником заставки короче очень достойная игра за свои деньги может подарить не один час геймплея поэтому если у тебя еще были сомнения поиграй на самом деле интересно так как я не читал лавкрафта я не могу сказать что это прям какой-то канон но судя по комментариям людям ну нравилось и да поэтому можно можно посудить об этом есть и толика толерантности в этой игре лишние и к индейцам и так далее но это такое без этого уже никуда привыкнем как бы привыкни и смирись понравилась игра понравилась будем ждать чего-нибудь новенького по лавкрафту надеемся что что-нибудь уже взорвет скорее всего я что-нибудь почитаю по нему или на крайний случай уж послушаю потому что ну потому что игры то неплохие и мне интересно в них играть если бы они сами не скамились уже ближе но к концу да вот почему-то у игры по лавкрафту все хорошо в первой половине а во второй половине становится плохо как было с инкин сити как было с золом тупо в 2018 года да как в общем то и эта игра мне тоже казалось интереснее в самом начале до середины а потом уже становился более и более такой себе но тоже неплохой лучше чем тинкин сити на мой взгляд уж под конец так точно пошли катение был просто дикой треш диким трешем после середины игры слишком многое слова середина но как то так не забывай поддержать видос лайком подписывайся на канал ставь колокольчик чтобы не пропустить новые видео жду тебя в группе вконтакте своем инстаграме ссылки в описании спасибо за просмотр и до встречи в следующих играх всем пока и и и и и и